Пока ты не летаешь, ты не ангел, а пингвин, понял? В следующий раз, когда побежишь, не руками маши, а крыльями! Учат правильно летать, но в прибывшего на небеса убитого снайпера Васю. Действие новой пьесы происходит на том свете. Все персонажи на сцене – ангелы. У них свой уклад. Ангелы не могут ругаться, умирать, плакать, любить. И главное – попасть на свободу. Так они называют человеческую жизнь. Эти три слова являются как раз под заголовком в нашем спектакле. Поиск веры, надежды и любви в двух частях. И в идеале мы хотели дать под заголовок поиск веры, надежды, любви и курьего в двух частях. Поскольку один из персонажей у нас постоянно хочет покурить и ищет эту возможность. Но мы решили, что это будет расценено как пропаганда. Если без шуток, спектакль, безусловно, философский. Поиск ответа на вопрос, что нас ждет после смерти. А ты что сделал? Ничего. А за что они тебя убили-то? Огонек я рукой не прикрыл. А за это убивали. Ну меня же убили. В самих смертях героев – история нашей страны. Умирают они при разных обстоятельствах и по разным причинам. В царской России, в блокадах Ленинграде, на войне. А зачем на войну пошел? Ну сказали, я пошел. Зачем пошел? Ну сказали, не понимаешь, что ли? Не понимают. Ты туда хотел идти? Нет, не хотел. Ну вот, а зачем пошел? Я тебе говорю, сказали. Постановка, по словам самих актеров, заставляет задуматься и о жизни, и о смерти. Пьеса сама повлияла, да, потому что она очень такая, как бы не от мира всего, что ли, про ангелов. Как я говорить об этом не имею права, потому что это какие-то внутренние переживания. Эффект загробного мира усиливают и декорации. Одежда актеров и оформление сцены в белых тонах. Также постоянно используется дым, так что действия все время в неком тумане. Ведь герои на облаках. Галина Сергеенко, Василий Самоделкин. Новости. Седьмой телеканал.